Здравствуйте! Сегодня я вам покажу по географии Атлас и контурные карты за 5 класс. Приятного просмотра! Открываем. Здесь содержание Атласа. Можно нажать на паузу и посмотреть более подробно. А сейчас мы немножечко посмотрим содержание Атласа. Как он выглядит внутри. Атлас достаточно яркий, неблеклый. Для глаз очень приятно. Думаю, ученикам будет интересно с ним заниматься. Здесь вот маршруты, плаваний, все даты. Исследования Антарктики. Исследования Арктики. Здесь вот даже с картинкой. Ярко-насыщенная солнечная система. Здесь перечислены планеты. Вот. Планеты-гиганты. Какая интересная страничка. Карта земного неба. Гороскоп. Следующее вращение земли. Страничка. Тоже все заметили, как ярко. Даже вот такие картиночки. Космические снимки. Вставлены. Очень интересно. Детям будет посмотреть. Поизучать. В школе. Следующая. План местности. Ну, правда, наверное, сейчас уже все дети Яндекс.Карты знают. Но это тоже очень хорошо. Сделано. Тут вот. Условные знаки. Очень полезные для детей. Будут изучать еще отображение объектов. Как объекты отображены на картах. Море, река, населенные пункты. Дальше. Градусная сеть. Москва. Дальше. Наша карта. Западная полушария. Восточная полушария. Физическая карта. Россия. Землетрясения. Вулканы будут изучать. Карта океанов. Карта океанов. Синоптическая карта. Тоже вот здесь все пометки. Все очень хорошо и доступно написано. Карта растительности. Тоже разметки. Это уже политическая карта мира. Здесь экологические проблемы. Здесь вот биосфера. Животные на карте. Дельфин вон нарисован. Кит. Самые длинные реки. Самые крупные озера. Или озера. Самые крупные острова. Самые высокие горы. И на этом заканчивается атлас. Это не реклама. От этого же издательства есть контурные карты. И атлас 6, 7, 8, 9 и 10, 11 класса. Давайте теперь перейдем к контурным картам. Контурная карта. Мне понравилось, что здесь написано класс, фамилия и имя. На передней страничке. То есть учителю не придется там открывать листочки. И смотреть, чья же это работа. Чьи же это карты. Здесь также содержание можно на паузу нажать. И посмотреть подробнее. Давайте быстренько пробежимся. Задание. Можно тоже на паузу нажать. Нажать и посмотреть, почитать. Следующая страничка. Условные знаки. Здесь задания. Можно посмотреть, какие задания. Задания. Условные знаки. Тут подсказки есть. Где буква А. А, А, В, В, Г. Здесь хорошо. Задания. Условные знаки. Так, вот так вот, наверное, видно будет. План местности. Тоже задание. Мне вот в детстве очень нравилась география. Надеюсь, моим детям понравится тоже. Тем более, на Атласе такие были яркие картинки. Что-то, как говорится, грех, чтобы не учиться. Так же задания. Условные знаки. Задания. Условные знаки. Здесь, видимо, самим нужно будет условные знаки писать. Задания. Условные знаки. Так же задания. Условные знаки. Карта. Здесь вот под циферком, подсказки какие-то. Потом во время учебы мы посмотрим. Это года, наверное, какие-то. Не знаю, брать не буду пока. Так. Влияние человека на природу. Так же условные знаки. Задания. Контурная карта стоит 130 рублей. А вот на Атласе не написано, сколько стоит. Видите, здесь ничего не написано. Жалко. А на этом я закончу. В этом видео я показывала контурные карты и Атлас по географии за пятый класс. Желаю всем успехов в учебе. И только круглых пятерок. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok